Всем привет, добро пожаловать на канал. Я знаю, вы долго ждали возвращения данной рубрики, и к счастью это произошло, потому что сегодня, в данном видео, мы постараемся выяснить, можно ли установить Windows 7 на настоящий современный ПК. Почему настоящий? Потому что, ну, время идет, и предыдущий комп стал уже старым. Поехали. Итак, что у нас за компьютер? У нас процессор Intel i9-14900K, один из самых современных процессоров Intel на сегодня. Современная материнская плата Asus Z790H Gaming Wi-Fi, видеокарта RTX 4070, ну и современная SSD 50Express 4.0 на 2 терабайта. И да, я собираюсь пробовать и установить Windows 7 на современный SSD накопитель. Более подробно про этот ПК вы можете посмотреть отдельное видео, ссылочка будет в описании. Заходим в BIOS. На материнских платах Asus это клавиша F8. Устанавливать Windows 7 я буду не с флешки, а с помощью винтой. Что это такое, как им пользоваться, скоро выйдет видео на втором канале. Как я говорил до этого, первым делом мы будем использовать официальный образ Windows 7. Ну что, готовы? Поехали. Так, ну все, началось. Именно эта версия образа вообще не поддерживает UEFI. Так, я выбрал другую версию, и у нас что-то начало происходить. Хотя бы появился логотип. Посмотрим, что будет дальше. И у нас ничего не происходит дальше. Мы просто зависли на логотипе. Это немного странно, потому что если вы смотрели предыдущее видео про установку Windows 7 на современный ПК, то там проблема у нас была именно с драйверами NVMe. То есть у нас просто диски не виделись. Но до этого момента установки хотя бы доходило. А здесь мы просто зависли на заставке. И что это конец? Конечно же нет. Почему? Потому что если вы смотрели предыдущее видео про установку Windows Vista на современный ПК, то вы помните, что у нас была очень похожая ситуация. Я имею в виду зависание на логотипе. Тогда Vista каким-то чудом не установилась на старый чипсет Z390 и процессор i9-9900K, но установилась на более новое 12-е поколение, более новый чипсет и более новую материнку. И причиной этому, скорее всего, является несовместимость версий UEFI. Первая версия UEFI появилась в 2005 году. И с тех пор она обновлялась, появлялись новые версии. И вот теперь у нас современная материнская плата 2024 года. И здесь стоит одна из последних версий этого нового BIOS. Но образ Windows 7-то у нас старый. Хоть и там есть поддержка UEFI, но по большей части там поддерживаются старые версии. Поэтому у нас может быть вот такая проблема при запуске и установке. Точно такая же ситуация была и при установке Windows Vista. Но эта система еще древнее. Естественно, конечно, попробую запустить Windows Vista и на этом ПК. Это будет в следующем видео. Так что же можно сделать? Нам сказочно повезло, потому что данная современная материнская плата Asus 2024 года, вы не поверите, имеет поддержку старого режима KSM. Современный UEFI, старый KSM. Для этого в BIOS нужно найти этот пункт. Мы вбиваем KSM. И вы не поверите, вот он. По умолчанию он был отключен. Нужно его включить, и тогда мы сможем загрузить установку Windows 7 в старом режиме. Ну что, сохраняем настройки и пробуем загрузиться в режиме KSM. И мы это сделали. У нас появилось меню установки Windows 7. Но у нас есть проблема. Клавиатура и мышь не работают. Угадайте почему? Да потому что нету поддержки USB 3.0. А у нас тут стоит вообще последняя версия USB 3.2. То есть ни мышка, ни клавиатура, ничего здесь работать не будет. И у нас еще нету старого разъема PC пополам. То есть мы даже не сможем сюда подключить старую клавиатуру. Даже не заходя вперед, я вам сейчас скажу, что тут нету драйверов для диска NVMe. То есть проблема даже не в том, что мы не можем управлять установкой. А в том, что далее мы не сможем просто выбрать диск. И что же делать дальше? Мы уже, как говорится, на опыте. Если вы смотрели предыдущее видео про установку Windows 7 на современный ПК, вы помните, что мы использовали Windows 7 с драйверами USB 3.0 и драйверами NVMe. Этот замечательный образ вы, кстати, сможете найти у меня на страничке в Boosty. Ссылочка будет в описании. Как можно заметить, у нас все работает. У нас работает мышка и клавиатура. То есть пока все окей. Идем дальше. Установить сейчас. Теперь выбираем. Пускай это будет Windows 7 Ultimate 64. Так, ну и все вроде как выглядит все нормально. Но, к сожалению, нет. Как можно заметить, у нас появляется ошибка. И мы не можем установить Windows 7 на диск NVMe. Почему это происходит? Дело в том, что хоть у нас на материнской плате в BIOS есть возможность включить старый режим KSIM, мы все равно не можем установить систему и грузиться с нее не в режиме UEFI с NVMe диска. Просто, как правило, на современных материнских платах загрузка с NVMe диска возможна только в режиме UEFI. Я уже много чего пробовал. Отключал все диски, пробовал разные USB порты. Пытался установить Windows 7 слэшки. Ничего не меняется. Все равно появляется вот эта вот та же самая ошибка. Что это значит? Это значит, что мы все-таки должны каким-то чудесным образом загрузить семерку в режиме UEFI. Ну как это сделать? Ведь мы уже грузились в режиме UEFI. И зависли на логотипе. Оказывается... Кстати, я выяснил это, у меня там пропи ошибок. Сначала нужно включить поддержку KSIM в BIOS, и потом в boot-меню выбрать флешку либо винтой в режиме UEFI. Тогда на логотипе ничего не зависнет. По всей видимости, при включении KSIM в BIOS, у нас еще и включается поддержка старых версий UEFI. Ну, если быть точнее, поддержка образов, которые могут грузиться только на старых версиях UEFI. Ну и смотрите, каким-то чудом мы загрузились в режиме UEFI, не застряв на логотипе. Идем дальше. Попробуем установить Windows 7 в режиме UEFI. И у нас отображается список, и нет никакой ошибки. Походу, это оно. Жмем далее. Идем дальше, и у нас начинается установка. Осталось лишь дождаться окончания. И невероятно нам удалось почти попасть на рабочий стол. Вводим имя. Ну и все, мы попадаем на рабочий стол. Windows 7 успешно установилась на настоящий современный ПК. Так, ну что, давайте первым делом посмотрим свойства моего компьютера. Так, у нас вот наш процессор 14900K. Он успешно отобразился, но в скобках написано, что у нас два процессора. Это как? Удивительно, да? Я даже не знал, что в моем современном ПК стоит два процессора. Да ладно, все это шутки. По всей видимости, из-за того, что у нас есть дополнительные ядра, помимо основных восьми. Windows 7 думает, что у нас установлено два процессора. Будут ли они работать, как на Windows 11, мы узнаем далее в видео. Так, а теперь я займусь настройкой системы. Попробую вручную установить драйвера, которых на семерку для этой материнской платы, конечно же, нет. Посмотрим, что получится. Так, проходит 5 часов, и мне удалось это сделать. Драйвера удалось установить частично. Как я это делал? Я выбирал обновление драйвера вручную. И просто указывал путь к драйверам от Windows 10. С предыдущей материнкой на чипсете Z390 это как-то работало. Здесь, к сожалению, удалось установить лишь только часть. Вроде бы все работает нормально, но у нас есть две очень серьезные проблемы. Во-первых, у нас нет драйверов на сетевую карту. То есть мы сюда не можем подключить интернет. И именно для данной модели сетевой карты, это Intel 225V, на семерку драйверов не существует. Но мне каким-то чудом удалось их найти на сайте интернет-архив. И вы не поверите, все заработало. Вторая проблема для нашей видеокарты 4070. Не существует драйверов под Windows 7. Если даже мы воспользуемся расширенным поиском драйверов, где выложены старые драйверы, здесь также нет в списке выбора операционной системы Windows 7. Он даже может посмотреть один из постов на Reddit, где кто-то пытался установить драйвера на 4070 Ti для семерки. И ничего у него из этого не вышло. Причем он пробовал там разные версии драйверов. То есть тратить время на поиск драйверов, которых не существует, смысла нет. Однако владельцам 30-й серии от Nvidia повезло больше, потому что у них в списке, вы можете заметить, есть семерка. Получается, что у кого есть видеокарта 3060, 3070 и так далее, они могут сегодня запускать игры на Windows 7. Я думаю, вы догадались, что я сделал. Я просто поставил сюда видеокарту 1080. Не подумайте, что это другой компьютер. Вот у нас 14-е поколение Intel. Просто старая видюха. На ней, естественно, драйвера есть. Вроде все было круто, однако установка драйверов на 1080 тоже произошла с проблемами. Почему? Потому что нужно было отключить подпись драйверов Windows 7. Не знаю вообще, почему это стало необходимостью, потому что драйвера-то на 1080 есть на официальном сайте. Все должно работать и так. Поэтому пришлось ввести вот такую команду, пересгрузить компьютер. И у нас вот появилось такое сообщение, что Windows 7 находится в тестовом режиме. Тогда драйвера встают исправно. Идем дальше, откроем CPU-Z. И как мы можем заметить, у нас вроде как все работает исправно. То есть у нас показывает 5,7 ГГц, но процессор-то у меня в разгоне. В разгоне до 6,2 ГГц. Я думаю, из-за того, что часть драйверов на чипсет не установилась, скорее всего, он показывает обычную стоковую частоту. Причем, как можно заметить, он определил все ядра, и вроде как все работает. Вот можно открыть диспетчер задач, и тут посмотреть, что ядра вроде как работают. То есть что-то происходит. Сейчас, конечно, ничего не запущено, но какие-то подвижки есть. Согласно заявлениям Intel, оптимизацию вот этих дополнительных ядер добавили в Windows 11. Здесь, скорее всего, эта оптимизация работать не будет. Но они все-таки работают. Что касается быстродействия, работает все очень быстро. Просто нереально. Вот посмотрите, даже как открывается Internet Explorer, например. Видите, я моментально успеваю его закрыть. Все открывается просто за миллисекундой. Попробуем открыть Chrome. Он тоже открывается практически моментально. По ощущениям, это еще быстрее, чем на Windows 11. Это 100%. Попробуем, зайдем на канал. Очень быстро. Скажу честно, вот именно вот сейчас, на Windows 7 с процессором 14900K, я ощутил максимально быструю работу Windows за все время. То есть и на одном компьютере быстро так система не работала. Все открывается просто моментально. Почему этого нет на Windows 10 и на Windows 11? Ну, видимо, из большого количества служб, телеметрии, ну и так далее. Идем дальше. Я установил Windows 7 не просто на диск или на обычный SSD. Я его установил на PCI Express 4.0 NVMe диск со скоростью 7000 гигабайт в секунду. То есть на современный NVMe накопитель. Давайте проверим его скорость в системе Windows 7. И какие мы имеем показатели? Справа можете наблюдать скорость Windows 11, слева скорость Windows 7. По каким-то неведомым причинам скорость на семерке у нас ниже, но она все равно высокая. Я думаю, это связано с драйверами чипсета, потому что они там полностью все не установились. Конечно же, я включил ту самую Windows Aero. Просто посмотрите, как все красиво выглядит. Отдает прямо какой-то свежестью. Особенно красиво смотрится на современном мониторе. Посмотрите на значки, просто класс. Скажу честно, мне прям снова захотелось пользоваться операционной системой Windows 7 после такого экспириенса. Забавно, но если я выключу Windows Aero, то Steam начинает глючить. Вот появляются разные артефакты. Очень интересная зависимость, да? Вот стоит мне его включить, как Steam начинает исправно работать. Но удивляться не стоит, потому что, если мы посмотрим на это сообщение, Steam перестанет работать на Windows 7 через 0 дней. Это значит, что это произошло уже, скорее всего, давно. И происходит в данный момент сегодня. Идем дальше, запустим Cinebench, посмотрим, сколько очков у нас наберет в разных системах. Справа можно наблюдать количество очков Windows 11 и слева Windows 7. Может заметить, у нас практически одинаковое значение. Можно сказать, что система на производительность у нас не влияет. Это хорошие новости. Так, окей, теперь пришло время протестировать игры. И сейчас вы получите ответ на вопрос, реально ли играть в современные игры на операционной системе Windows 7 в 2024 году. Давайте проверим. Сначала запустил Battle.net, чтобы проверить Warzone. Но у нас появляется ошибка, что минимальное системное требование это Windows 10. То есть на семерке, извини, чувак, ты запустить Warzone не сможешь. Однако, сам Battle.net установился без всяких проблем. Идем дальше, попробуем запустить Орех. Так, и у нас что-то начало происходить, но появляется ошибка, что опять же необходимо Windows 10 как минимум. Пожалуйста, обновите свою ось. Идем дальше, попробуем запустить Control. Вдруг получится. Да ладно, у нас запустился Control. Давайте попробуем зайти в игру. У нас почему-то стоит лог на 60 FPS, но вертикальная синхронизация выключена. Слушайте, все работает справа, у нас пока 90 FPS. Все, смотрите, можно играть на Windows 7. Но в Apex Games Launcher можно заметить сообщение, что скоро лаунчер не будет работать на Windows 7. Он будет работать только на Windows 10. То, что вы сейчас видели на своих экранах, скоро уже станет недоступно. Идем дальше, попробуем запустить Counter-Strike 2. Но абсолютно ничего не происходит. То есть у нас даже нет никакой ошибки, он просто не запускается. Сейчас он пишет, что типа идет запуск. Подождать несколько секунд. Все, ничего не происходит. То есть в Counter-Strike мы на Windows 7 уже играть, к сожалению, не сможем. Так, идем дальше, попробуем запустить Dead Space Remake. И у нас опять все крашится. Является надпись, что сервер недоступен. Проверьте свое подключение. Хотя с ним, естественно, все в порядке. В Dead Space на 7 мы уже играть не можем. Но это только в ремейке. Естественно, обычная версия Dead Space, она запустится без проблем. Идем дальше, попробуем запустить дом. Это Орал. Оу. И у нас все работает. Прикольно. Так, а нет. Я ошибся. Вот, ничего не работает. Просто вылетело и все. Ну, давайте попробуем запустить еще раз. Так, а нет. Слушайте, все работает. Просто не нужно было пальцами тыкать во время загрузки. Так, у нас все запустилось. Пробуем поиграть. Так, ну, в принципе, у нас все работает. Можно даже не продолжать. Идем дальше. Что-то огромное количество игр закачало для теста. У нас есть еще Fortnite. Давайте проверим. А вдруг? Вдруг это будет возможно? Почему? Потому что в предыдущем видео про установку Windows 7 на мой предыдущий ПК. Ну, конечно, было, по-моему, два года назад или полтора. Тогда еще у меня удавалось запустить Fortnite. И вот, что будет сейчас, неизвестно. Давайте проверим. Пока вроде он загружается. Но, увы. Точно так же, как и с CS2, просто игра не запустилась. Давайте пробуем еще раз. Увы. Так, идем дальше. У нас, естественно, еще GTA 5. Игра довольно-таки старая, но по-любому на семерке она должна запуститься. Опа. Но, как говорится, пошел ты. Поддержка для семерки, для восьмерки закончилась. Пожалуйста, посетите официальную страницу Rockstar. Ну, это официальная версия в Epic Games. Я думаю, что если бы это была какая-то пиратка, например, да? Более старая версия, то, ну, на семерке она по-любому бы запустилась. Идем дальше. Ну, Half-Life, я думаю, должна запуститься по-любому. Вторая часть. И да, она запустилась. Причем практически моментально. Да, и все работает... Вот, G-Man. Все работает исправно. У нас 300 FPS. О таком можно было только мечтать в 2004 году на старом ПК. Про который, кстати, будет отдельное видео. Причем у нас все работает исправно, естественно. Идем дальше. Что насчет PUBG? Игра уже, конечно, довольно-таки старая, поэтому шансов должно быть больше. Ну, как говорится, до свидания, потому что поддержка Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Навидесь до десятки. Идем дальше. Что насчет RDR2? У нас сразу вылетает какая-то ошибка, что не найден DLL-файл. Возможно, это из-за библиотеки C++, хотя я их все установил. Идем дальше. У нас осталось количество протоколов. Давайте пробуем запустить. Это еще один ремейк Dead Space. И у нас опять при запуске абсолютно ничего не происходит. Так, ну и по традиции у нас есть Half-Life Uplink, который запускается абсолютно везде. Пробуем ее запустить. У нас были какие-то артефакты, но в целом, естественно, у нас все работает. Правда, какой-то слабый FPS. А мне кажется, 72 еще на нем как будто стоит вертикальная синхронизация. Да, все работает исправно. Что можно сказать по итогу? Я не думал, что это вообще когда-то произойдет, но, к сожалению, сегодня, в 2024 году, операционную систему Windows 7 можно считать официально мертвой для запуска каких-либо современных игр. Единственную современную игру, которую нам удалось запустить, это был Control. Понятно, что Half-Life, более старые, тоже запустились. Поддержка Windows 7 прекратилась 4 года назад. По-моему, 7 прожила еще меньше, чем Windows XP. Но, с другой стороны, работа там очень быстро. Какие-то рабочие задачи, я думаю, на ней все-таки можно будет решить. У нас даже установились драйвера на сетевую карту, что удивительно. И 7 отлично выглядит на современном мониторе. Я думаю, Windows 7 достойна отдельного видео, поэтому ее обзор выйдет скоро на канале. К примеру, вы были в курсе, что вот так можно было переключаться между окнами в 7. Я, к сожалению, об этом узнал совсем недавно. Напишите в комментариях, куда следующую операционную систему установить. Если данное видео понравилось, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Всего доброго, пока.